Какой наряд был на росписи? Как справляетесь со стрессом и депрессией? Я больше не хочу говорить ему, за не мешай. Я говорю, Крис, я беременна, прикинь. Всем привет, мои хорошие, с вами Селина Све. Сегодня у нас будет видео вопрос-ответ. Ой, ярче стала лампа вдруг, непонятно, по какой причине я сегодня так нарядилась для вас. Вообще люблю прямой эфир, господи. Вопрос-ответ снимать и как-то нарядно выглядеть. У меня, видите, новые сережки, новый топ. Все это вы могли видеть на моем втором канале в отдельных распаковочках. Это Шеин, это бижутерия с Алиэкспресс. Очень мне понравились эти сережки. Посмотрите, кстати, там еще много очень интересных, прикольных штук. Надеюсь, вам нравится мой образ. Пишите в комментариях. Ну и приступим. Один из самых популярных вопросов это, Селена, расписалась ли ты? И в чем была твоя свадьба? И можно ли тебя уже поздравить? Ты теперь официально жена. Или как? Может быть, многие уже заметили, что на моем пальце появилось кольцо. Кто-то писал, что это желтое золото. Нет, я люблю белое, поэтому у меня белое кольцо. Кто-то, может быть, увидел. Я фильтры все время какие-то применяю, чтобы лента в Инстаграме была красивая. Не знаю, может быть, как-то свет преломлялся и казалось, что оно желтое. Да, мы расписались. Расписались быстро. Можно так сказать... Можно так сказать, спонтанно. Хоть я и готовилась к росписи и думала, в чем же мне расписываться, по большому счету. Но так как к росписи мы относимся очень спокойно, не хотели из этого делать события, потому что это все-таки не свадьба. То есть свадьбы не было, да, там платье шикарное, гости. Нет, мы просто пошли и расписались. Просто расписались, просто поставили штамп в паспорте. Так как этот штамп влияет на некоторые моменты. То есть, как я и говорила, мы очень просто относимся к росписи, к браку. Для меня это в первую очередь сделка с государством, как говорится. И мы, может быть, даже и не расписывались бы, если бы не нужно было делать определенные бумаги. Сейчас мы занимаемся документацией, и поэтому штамп в паспорте необходимо было узаконить наши отношения. После того, как мы расписались, ничего не изменилось. Мы все время спрашивали друг друга, ну как, ну как, что ты чувствуешь, поменялось ли что-то. Муж и жена теперь уже официально мы друг друга называем. Но честно, у нас в обоих вообще ничего не поменялось внутри. Вообще вот этого перехода даже не почувствовали. Единственное, о чем я подумала, о том, что теперь я могу мужа, как и раньше, называть мужем. И никто теперь мне уже не скажет, ну какой же он тебе муж, если вы не расписаны официально. Теперь мы расписаны официально. У меня стоит штамп в паспорте, у мужа стоит штамп в паспорте, мы поставили их. Можно не ставить было, ну я решила поставить, ну пусть стоит, а что нет. Вот, и да, теперь вот как бы, я надеюсь, никто меня за слово подтягивать не будет. Но для меня как было, муж это человек, которого ты хочешь назвать своим мужем, за которым ты замужем, как за каменной стеной, да, с которым ты чувствуешь себя женщиной. И я вообще рада, что у меня появился такой мужчина в жизни когда-то, с которым, вот я знаете, просто многие, смотрю на многие отношения, да, и кто-то, ну там, жалуется, да, или просто высказывается, какие-то проблемы, очень много энергии уходит на то, чтобы создавать какой-то баланс в отношениях, чтобы выстраивать взаимопонимание. Когда говорят, отношения это тяжкий труд, там, и так далее, и так далее. Это всё не про нас. Вот я желаю каждой женщине встретить такого мужчину, чтобы вы чётко понимали, что это ваш мужчина, и чтобы на выстраивание баланса и какой-то идиллии в доме, да, не уходило много женской энергии. Потому что в основном часто, и я в этих отношениях была ранее, очень много энергии уходит на выстраивание отношений. И мы можем расписаться официально и называть нашего мужа мужем, но только эти отношения могут отраблять нашу жизнь. Наша жизнь может быть сконцентрирована только на отношениях, и на выстраивании в них какого-то баланса. В общем, да, можете меня поздравить, я теперь жена. Я теперь замужем. Какой наряд был на росписи? Никакого наряда не было, просто в чём были, то мы расписались. Будет ли как-то освещена в социальных сетях роспись с мужем, фото или выпуск на ютубе, или это останется за кадром? Это останется за кадром. Что касается свадьбы и какого-то красивого мероприятия, мы с мужем вместе, с мужем теперь, да, не режет теперь слух, мы теперь, мы и планировали до этого, мы хотим что-то красивое, чтобы если снимать видео, то это должно быть красивое, мы вместе хотим, чтобы это было где-то на берегу моря, пляжа, да. И опять же, ну, я хочу всё-таки какое-нибудь красивое платье, чтобы оно было белое, воздушное, что-то такое. А муж мой хочет вообще быть в шотах и в какой-то рубашке такой лёгкой, то есть, ну, ничего такого, знаете, классического, хочется чего-то такого вот морского, лёгкого, расслабленного, вот. И хочется сделать, да, красивое видео, выездную какую-то такую регистрацию, больше для видео, для памяти и так далее. А то, что нам сейчас, как бы, мы расписались, это, это как бы не суть важна, это просто расписались и расписались. Селена, когда начнёшь нас стимулировать, ты худеешь, мы худеем, хотелось бы отдельную рубрику по поводу этой темы планируешь. Я думаю, много людей со мной согласны. Да, у меня точно так же, как и у многих, сложно всё с этой темой похудения. Вот, но нет, я, кстати, похудела очень сильно. Я сейчас вот лосины надела, вам даже покажу. Хожу и любуюсь, что я на самом деле, вот, ну, похудела, да. У меня всё нормально, всё стройненько. Единственное, что мне бы хотелось закачать ещё прессик, да, чтобы попка была, как орешек, вот. Ну, не знаю, пока что, как бы, планирую, вот, йогой, может быть, заниматься дома. Потому что всегда, когда я начинаю тратить свою энергию на то, что надо похудеть, надо заниматься, надо английский, надо читать, надо снимать, надо куда-то поехать, надо заработать, надо учиться. И, короче, куча-куча всего, у тебя голова вот такая вот. Я сейчас учусь находиться в ресурсном состоянии, как бы это банально не звучало, но это правда, это состояние, когда у тебя много энергии, и ты её, блин, не испеваешь до конца, ты не пытаешься заполнить там всё-всё-всё, да, а ты её расходуешь очень, очень грамотно, короче. Вот сейчас я учусь это делать, вот, и, ну, не бегу куда-то. Вот у меня даже нет какой-то суеты по поводу того, что надо-надо качаться, надо. Я быстро вот это вот убираю из своей головы. Я планирую заниматься йогой, потому что это спокойно, и это в то же самое время приводит в тонус твое тело, да. Я планирую включить просто вот йога на ютубе. И в тот день, когда у меня будет вот это вот желание, я сяду и буду заниматься. Не будет желания, не буду заниматься. Короче, нет у меня внутри никакой суеты по этому поводу, поэтому ничего обещать не могу. Я тут параллельно кофе пью. Чтобы вы понимали, сейчас утро, 10 утра. Я уже, видите, накрашенная, красивая, снимала для вас видео. У меня на самом деле телефон заряжается. Мне нужно поехать сейчас снять для вас видео, такой последний выходной день, потому что малого завтра не поведу в садик. У нас есть планы какие-то, и все, и потом выходные. И такой четверг, и решила сделать себе более-менее плотненький, но опять же слежу за состоянием, чтобы не было лишней суеты внутри. Ну, я встала сейчас, вот пью кофе, и пока телефон заряжается, потому что я его на ночь не поставила, я вам снимаю видео. Видео, рубрику, вопрос-ответ я очень люблю, поэтому и наслаждаюсь сейчас, снимаю вам видео. Когда уже покаталась на новой машине, появились ли минусы в выборе? Слушайте, мне кажется, что эта машина даже с самого начала мне не так нравилась, как сейчас, потому что она мне казалась такой более громоздкой, мужской, вот. Но мне всегда притягивали машины какие-то мужские, такие брутальные, там, знаете, Гелендваген. Тоже бы я хотела поездить на такой машине, потому что она такая выглядит очень так, знаете, брутально, короче. Я люблю такие моменты, такая маленькая хрупкая блондинка, да, выходит из чёрного Гелендвагена, почему-то чёрный именно вижу, вот. Но у меня машина тоже нифига не женская, на мой взгляд, чёрный, рендровер, спорт, да, она здоровая, и сначала мне было немного непривычно на ней, и мне казалось, что вот она, большая машина, будет неудобно. Но нет, я к ней привыкла, мне очень нравится, что я могу ездить везде, что она такая высокая, никаких минусов вообще в ней пока что за всё это время я не нашла. Я только восхищаюсь, и менять её тоже не хочу, как и когда-то свою малышку Infinity не хотела. Вот, но я как просто человек такой, который любит перемены, я готова, и мне хочется поездить на разных марках машины, вот. Но пока в ближайшее время мы её менять не планируем. А, ну сделали бы, наверное, то есть мы немножко апгрейд думаем делать, да, во-первых, не хватает порожиков там, чтобы залазить на неё, так как она высокая, и вот прям порожики, они и красиво будут, да, смотреться, и как бы удобно, и малому залазить, и вот маме, когда у меня залазит машину, тоже им неудобно немножко. Я-то привыкла. Вот, ну какие-то такие мелочи подделать, вот как бы, да, для более комфорта. А так всё круто. Так, Карина пишет, кто этот хейтер, комментарии, которые были удалены, 7 минут назад написала. Какая шустрая Карина. Да, у меня в посте тут появился хейтер, мне написали, что Селена, кто это такой, отвечает на все комментарии, что это там отвечает. Я человека заблокировала, потому что пишут всякую ерунду. Кто это может быть, это вот предположения всякие, кто это может быть. Я совершенно не знаю, кто это может быть. Я вот даже сегодня хожу всё утро и думаю, чем я могу вот так вот быть раздражителем. В общем, я вообще не понимаю, почему я могу раздражать людей. Я вроде бы не пытаюсь даже строить какую-то идеальную картинку о себе. Я понимаю, что иногда могут люди раздражать, когда ты смотришь на них и думаешь, вот у неё всё идеально, она врёт, у неё не так всё идеально. И мы вот знаем вот это, а вот знаем вот это, а это нифига не идеально. Ну блин, я же не пытаюсь из себя ничего идеального выстроить. Даже эта девушка же в комментариях написала, Селена, у тебя вот грязная голова там иногда, да, там, ходишь ты в одном и том же костюме своим зелёным, да, дыр затёрла, к примеру, да. Так а я и не пытаюсь, я и не пытаюсь, блин. Да, грязная голова, я человек, я могу не помыть голову, мне бывает не кайф мыть голову. И я не пытаюсь всё время выглядеть идеально и красиво. Вот посмотрите, даже сейчас я снимаю видео, это такие редкие кадры, поэтому я так вот прям вот прям радуюсь, что это видео останется, потому что я не хожу всё время такой, я другая хожу. И у меня может быть не свежая голова, потому что я могу болеть, у меня может быть не кайф её мыть, у меня могут быть плохие настроения, вот здесь вот во влоге всё, вы это видите, панические атаки, всякая ерунда, то я болею, то я переживаю, то я себя чувствую там недоматерью какой-то, да, и мне хочется давать сыну больше, я где-то себя за это виню, что не могу больше давать, и там так далее, так далее, куча своих каких-то забот и всего-всего. И тем не менее, находятся люди, которые вот, а что надо тогда, я не пойму. Я не понимаю, честно говоря, я не понимаю. То, что я скрываю какой-то момент за своего мужа и семейные какие-то такие моменты, мне кажется, это нормально, это вообще должно, знаете, как быть достойно уважения, мне кажется, становится, чем когда люди берут и всё своё грязное бельё, всё выворачивают, всё со всеми обсуждают и придают какие-то такие моменты, которые должны быть внутри где-то, придают огласки обсуждениям других людей, тысяча людей, тысяча мнений, какой там муж у тебя хороший, нехороший, какая ты там мать хорошая, нехорошая, какой у тебя воспитанный, невоспитанный ребёнок, какие у тебя взаимоотношения с твоей мамой, с твоими там друзьями и так далее. Именно грязное бельё вот это вот всё. Зачем это? На этом хайпить, может быть, да, на этом как-то ловить какие-то эти. Нет, я стараюсь снимать видео вот о себе, о своих мыслях и стараюсь как можно меньше в этого всё своего личного, вот, да, вот муж, там, ребёнок, как видите, да, я не снимаю там часто какие-то такие моменты, ссоры стараюсь не освещать на самом деле, да, только краем уха, краем глаза. И то это, если касается моих каких-то внутренних. Ну то есть что? Что на меня зуб какой-то, что я не говорю всю правду о своём личном? Это бред вообще какой-то. Я не знаю, кто это был, я думаю, что… Ну такие люди есть, они не одни, есть целый форум, где обсуждается что-то непонятно что, но люди тратят на это энергию, силы свои, не знаю. Силя, мне очень интересно, как ты рассказываешь про свою блогерскую работу. У меня в голове не укладывается, как ты успеваешь всё. Снять влог, сразу выложить, и так почти каждый день. Расскажи, пожалуйста, каково было вначале, подписчики долго ли появлялись, или довольно быстро твои видео набирали, просмотры зрителей, когда пришла мысль снимать именно влоги, почему на них, стал ли на них канал успешен. У меня очень длинная история на ютубе, так как мне никто не помогал, и я всё методом тыка, пропы, ошибок. И так как я загорелась очень сильно, я очень много снимала всяких разных экспериментальных видео, я огромную работу проделала, на самом деле я постоянно там была, я постоянно там была, и так вот уже скоро 8 лет так, да, вот так вот нон-стопом этим. И вот я уже подустала, можно так сказать, именно вот таким нон-стопом работать. Правильно, как вы говорите, сняла, выложила там, и вот это всё. Помимо того, что сняла, выложила, девочки, сняла, выложила, это самое простое. Сколько всего приходится делать ещё, чтобы тебя смотрели, чтобы ты снимала именно то, чтобы смотрели, да, оптимизация всего этого, поиски, общения и так далее. Короче, это уйма времени. Это 24 на 7 работа, я не отдыхала. Вот, поэтому всё это вылилось у меня вот в такие вот панические атаки, и непонятно что. Что сейчас я с этим работаю, вывожу себя в нормальное состояние, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот. Влоги я раньше не снимала, я раньше снимала тематические такие видео, полезные, какие-то интересные, но мои же зрители, вы же, кто помнит, начали просить меня снимать влоги, и мне очень сложно было их сначала снимать, я вообще не понимала, как их снимать, и как-то неудобно мне их было снимать, крайне. А потом что-то раз, пошло-поехало, и оказалось их снимать проще всего, и вот теперь это влоговый канал, и он как-то вот кроме влогов ничего и не смотрит здесь. Вот удивительно, да, то есть вот так вот оно всё меняется. Подписчики набирались, конечно, долго, медленно. Сейчас я веду свой третий канал, я периодически то его забрасываю, то снова веду английский канал, и радуюсь, когда там у меня на одном ролике уже больше тысячи просмотров, да, что у меня там уже 24, ты, 24, ты, тысячи, хотел сказать, 24 подписчика на английском канале, и меня просто не было там пару месяцев, я не заходила, да, я потом зашла, такая, смотрю, было 7 подписчиков, а стало 24. Были просмотры там 100 просмотров, а тут тысяча с лишним, да, там на одно видео, я думаю, надо продолжать, надо делать, тем более я сейчас старые ролики, как бы перевожу, да, а у меня много же свежих, хороших, актуальных роликов, их тоже нужно переводить, в общем, занимаюсь сейчас этим. Конечно, всё это не быстро растёт, всё это медленно растёт, и это знают только люди, которые начинали без чьей-либо помощи, с самого начала, с самого нуля, когда тебя никто не знает, никто тебя не смотрит, ты не знаешь, что долгом снимать, и да, это сложно, начинать с нуля. Селена, добрый день, планируете ли вы организовать встречу с подписчиками в Ростове? На мой взгляд, было бы очень здорово собраться, посидеть вместе в кафе, поболтать, пообщаться, ответ от вкусный десерт с кофе. Интересен ли вам такой девичник? Желаю отличного дня, прекрасного настроения, выздоравливайте. Спасибо. Пока я не планирую такую встречу, потому что вот сейчас у меня вся энергия уходит на то, чтобы в целом выстроить свое самочувствие, свои дни, вот так, я должна привыкнуть к этому состоянию. Любая встреча, любая организация чего-то, да, это все, это все, короче, непросто для меня сейчас. Поэтому пока что никаких встреч. Как побороть стеснение, снимать в общественном месте, очень круто наблюдать, как вы снимаете и в такси, и на улице. У меня ушло это чувство, стеснения и какого-то непонятного всего, когда я вышла на определенный уровень в Ютубе, да, на уровень заработка, на уровень востребованности среди рекламодателей, брендов, да, то есть я понимаю, что я чего-то стою, что во мне нуждаются, да, как в человеке, как нас, блогеров, называют, лидеры мнений. Вот так вот, да, хотя это как-то громко сказано, на мой взгляд, лидеры мнений, но это суть в том, что ты делаешь что-то, да, на своем канале, и тебя смотрят, тебя слушают, ты интересен, да, то есть твое мнение, оно интересно, вот поэтому, чем больше так вот людей тебя смотрят, тем больше людям ты интересен, значит, твое мнение интересно, и ты как бы лидер, да, ну, лидер среди лидеров, все относительно, понятное дело, да, вот называют так лидеры мнений. И вот когда ты понимаешь свою востребованность, понимаешь свой интерес, ты понимаешь, для чего ты это делаешь, у тебя отпадает всякий страх, как бы, и сейчас блогерство, это очень даже такая тема, уже никого не удивишь этим, поэтому вот так и ушло стеснение. Раньше стеснялась, когда у меня было немного подписчиков, и я такая вообще до конца не понимала, что я для кого снимаю, там, да, типа ты такая сама для себя все это делаешь. Но когда ты понимаешь, что это уже не для себя, и от тебя ждут, это серьезная работа, это серьезная деятельность, да, тогда всякий страх уходит, стеснение уходит, ты просто делаешь свою работу. Селена, как забыть и не вспоминать человека, который для тебя был целым миром? Ну, вообще надо поработать над вот этим вот моментом, чтобы вообще делать людей целым миром, кого-то, делать целым миром. Вот я чувствую, здесь нужно работать вообще над своей самооценкой. Целым миром должны быть вы для себя, и людей пускать в свой мир, и чтобы они ваш прекрасный мир, который вы любите, холите или лейте, обогащали, и делиться своим, своим целым миром, с миром каким-то другим. Нужно полностью менять вообще взгляд на себя, на мир, на отношения, и ни в коем случае вообще не должно быть так, чтобы кто-то был целым миром. И вообще нужно понимать одну такую важную вещь, которая, возможно, поможет вам, о том, что все меняется, все меняется. Люди находят, люди теряют, люди встречаются, люди расстаются. Это нормально, это данность мира. Нет ничего постоянного в этом мире. Если эту мысль осознать, то все, что приходит к вам, вы будете легче отпускать, если прям осознать ее, потому что вы суть поймете, суть вот этого мироздания. Вы ничего не сможете в этом мире удержать, и удержаться в нем не сможете, столько, сколько хотите, потому что все очень изменчиво в этом мире. Все, все, я не говорю о даже чувствах, все, все, все рассыпается, на молекулы, на атомы. Это очень крутая, глубокая мысль, которая может целый пласт проблем просто убрать. Вот. И на сегодняшний день работать со своей самооценкой, это первое, что вы можете сделать. Стать самой для себя миром, полюбить себя, и людей подпускать к себе, которые точно так же вас будут любить и ценить. В планах в ванной появятся стеклянные полочки для баночек. Да, в планах. Хотели бы убрать асимметрию лица у косметолога нитями коги? Ни в коем случае, вообще, ничего. Во-первых, моя асимметрия мне нравится. Ну, мне нравится, что у меня не стандартное лицо. Вот. Вот менять какие-то нити, вставлять, чтобы у меня было симметричное лицо. Вообще никогда этой идеи не было. Меня не парит моя асимметрия настолько, чтобы я вмешивалась как-то туда. Вот я бы под глазками увлажнила бы себе, может быть, ботокс, фулл фейс сделала, там специально по технологии, да, чтобы убирать то, что заставляет ползти вниз, да, вот стареет лицо, да, и наоборот подтягивать какие-то, там, ну, то есть, такие элементарные увлажнялки и ботокс на максималках, ну, как бы, максимально на максималках, ботокс на максималках, нет, максимально я имею в виду, что ботокс, но никакие нити, я вообще-то боюсь. Вопрос по поводу Блиновской и Собчак, я уже отвечала где-то, говорила, мне показалось немного странным поведение Блиновской, но я ожидала больше от нее какой-то внутреннего степи, стержня, что ли, какого-то понимания, она мне показалась каким-то ребенком, просто таким нестабильным, совершенно не держит удар, каких-то много, что ли, страхов я заметила, хотя, казалось бы, ну, она дает такие курсы, столько людей прорабатывают, все, ну, не знаю, ее методы, как бы, вот, марафон желаний, многие другие я проходила, мне, как бы, марафон желаний очень понравился, да, вот, как бы, есть там много, ну, это знаете, как это, как может быть сапожник без сапог, бывает такое, что мы можем работать психологами, очень хорошо помогать другим, но нам самим нужен психолог, да, каждому психологу нужен психолог, это же нормально, поэтому я, как бы, не смотрю, так, строго, короче, на всю эту ситуацию, красилась бы в брюнетку, нет, Селена, планируешь ли переезд в другой город или страну, вот так сейчас прям в планах это не стоит, но в будущем есть идеи, есть идеи, и я готовлюсь к тому, что поменяем страну, вот, очень была удивлена, увидев классическое обручальное кольцо из желтого золота, в связи с чем такой выбор, вот, не желтая, у меня не желтое золото, у меня белое, все как я люблю, Селена, твое любимое домашнее блюдо, ну, кроме капусты, я люблю борщ, я люблю жареную картошку с сосисочками, или с помидорами, что еще, овощную рагу люблю, пюре, Селена, есть ли человек, с которым вновь хочешь возобновить дружбу, нет, все, с кем я хотела общаться, я со всеми общаюсь, и прекрасное у меня окружение, теперь, здравствуйте, Селена, посоветуйте, как найти именно свою деятельность, как, возможно, нашли вы, я в свое время очень долго искала свое дело, и меня окружали люди всегда какие-то со своим делом, которые горят глаза, они что-то делают, любят это, я прям мечтала, я прям ложилась каждый день спать и думала, блин, когда я найду свое дело, есть ли мое предназначение, есть ли что-то в жизни, чем я буду гореть, и, конечно, у меня были поиски, я и занималась много чем, и там дело свое открывала, и работала во многих направлениях, и хобби разные у меня были, и танцы, и рисование, и, господи, и вокал, танцы разных направлений, и психология, короче, кучу всего я училась, пока просто вот как-то сложились так обстоятельства, когда мне сказали, а попробуй блогерство, и я попробовала, и оно выстрелило, и оно мое, вот и по сей день занимаюсь, просто надо искать, вот так я, и так я нашла, не отталкивать ничего, ты никогда не знаешь, что оно твое, что нет, потому что о блогерстве даже мне давно говорил мой друг, говорил, попробуй, попробуй, но где-то год я не пробовала, потому что у меня были другие заботы, да, я думала, где денег достать, и как бы больше зарабатывать денег, да, хотя надо было попробовать, и параллельненько можно было бы уже еще раньше заниматься блогерством. Привет, Селена, у меня будет несколько вопросов, расскажи о том, как на каких условиях происходит сотрудничество с Шейн, а то многие пишут ерунду, что тебе все присылают рандомно. Что касается сайта Шейн, ничего рандомно никогда мне не присылают, и в принципе, насколько я знаю, никому из блогеров, потому что никому из блогеров это просто неинтересно, ну, представляете, сколько там всяких вещей, сколько там всяких тряпок, если тебе это будут рандомно присылать, нахрен оно нужно? Вот, я сама всегда выбираю вещи, которые мне нужны, помимо этого на Шейн я сама покупаю вещи, и, например, одно из последних видео, где я купила вот этот топ, где я покупала бижутерию, там многие в комментариях пишут, что ты говоришь, купила, купила, тебе все это прислали, нет, это я купила, конкретно это я купила, за свои деньги потратила, там, 10 тысяч рублей на всякую мелочевочку, потому что я люблю всякие такие мелочи, вот, также иногда мне присылают вещи какие-то, ну, присылают исключительно только то, что я выбираю, размеры те, которые я выбираю, цвета, которые я выбираю, поэтому по-разному, это не значит, что мне все присылают, я, конечно же, драчу свои деньги еще, а добрый день, как справляетесь со стрессом и депрессией? Да, я бы не сказала, что у меня какая-то депрессия есть, у меня есть другого рода проблемы, да, это вот какие-то панические атаки, ну, может быть, это стресс своего рода, кто-то пишет, что это депрессия, я в этом очень мало, честно говоря, разбираюсь, я и в панических атаках до этого не разбиралась, пока книжку не взяла, и не почитала, и не поняла, что у меня на самом деле, раньше с этим вообще никогда не сталкивалась, и вообще не знала, что такое есть в жизни, и я представляю, сколько еще всяких недугов, которыми могут страдать люди, это страшно, конечно, с этим нужно работать, вот, и у меня дело, я так понимаю, все было реально, ну, в каком-то стрессе, в каком-то перенапряжении, я бы сказала, вот, и сейчас я как раз-таки над этим работаю, ой, что-то у меня полетело в глаз, как раз над этим работаю, чтобы чувствовать себя хорошо, и сейчас уже мои панические атаки немножко ушли на второй план, потому что еще даже в поездке они меня догоняли, там, день через день что-то было, какие-то переживания, страхи, не могла уснуть, включала Курпатова, вот, Курпатов, кстати, неплохо так вот успокаивает, я уже вторую книжку его читаю, про страхи, базовые страхи, да, как вот с ними бороться, откуда они там, вот такое все, в общем, интересно, вот, и, ну, в целом, вот, вот как-то так, как справляюсь, я стараюсь не стрессовать, я стараюсь строить свой день так, чтобы мне было комфортно, целый день, спокойно и хорошо, Силечка, поедешь ли отдыхать летом на море, и куда планируешь, в какую страну, ой, еще ничего не планирую, но хотелось бы, Селена, что больше нравится, золото или серебро, и что носишь, мне, конечно, нравится больше золото, и я предпочитаю белое золото, у меня в основном все украшения из белого золота, хотя, нет, вру, куда вру, я их очень люблю, у меня их много, у меня их больше, чем красного золота, желтое не люблю, у меня красное есть еще золото, и в одно время я носила, помните, на одной руке, на правой у меня было белое золото, здесь у меня было розовое золото, вот, и, ну, сережки, и вот здесь тоже у меня все было из белого золота, вот, серебро, у меня есть не так много украшений, в основном я их как бижутерию ношу, Селена, привет, хотела бы поменять образ, покрасить волосы в темный цвет, были еще поездки в какой-нибудь город, что нового появится во влогах, что-то менять хочешь или добавить, о всех своих планах я рассказывать не буду, я люблю, когда все спонтанно, я даже бывает во влогах, ничего вам не рассказываю, потом раз видео, тадам, и вы такие, вау, вот, цвет волос нет, не хотела бы я менять, хочу остаться блондинкой, хотя есть иногда, мысли бахнутся в розовые, если вернуться назад к тому дню, когда вы нашли кота бантика, взяли бы его, не жалеете, что касается бантика, честно, откровенно сказать, наверное, я бы его не взяла, я все-таки бы, зная вот это вот все, я бы, пожелала бы ему найти хозяин своих, да, чтобы все было у него хорошо, потому что до сих пор я вижу, что это уличный кот на самом деле, ну, как уличный, не знаю, может быть, конечно, у него там были хозяева, да, его кастрировали, все такое, но он прям просится на улицу, и я ему иногда говорю, что, отпустить тебя, что, хочешь на улицу, говорю, там сейчас холодно, дождь, вот, но я чувствую, он рвется прям вот, какой-то такой, он еще к нам все-таки не прижился, и чувствуется, что это другое, ну, вот, как вот просто, не знаю, я себя все время чувствую в роли спасателя, вот приютила его, и все, и теперь должна нести эту ношу, вот такое ощущение у меня внутреннее, и все, ну, Милка бесится, прыгает с ним ночами, радуется, я думаю, ну, хорошо, вот ей там дружок, он не, у него как будто нет души, честно, вот такое ощущение, я его не чувствую, это не наш кот, я его не чувствую, он здесь реально просто жрет и срет, жрет и срет, все, если он ко мне подходит, это исключительно, чтобы я дала ему пожрать, все, сам по себе вообще кот, сам по себе, от него шерсть лезет, это неудобства такие, да, он съедает всю Милкину еду, то есть, сколько ни положи еды, он все будет жрать, как бы, ну, вот вообще, и если вернуться, ну, назад, я вообще человек, который не жалею, да, о чем-либо, но если бы вернуться назад, то я бы его не взяла, это раз, и если бы вдруг его хозяева появились бы, и сказали, ой, наш котик, я бы с удовольствием отдала его им, уже несколько раз спрашиваю, но так и нет ответа, спрошу, я не знаю, как это нет ответа, я все время отвечаю на этот вопрос, следите ли вы за судьбой котенка рыжего, которого пристроили, да, девочка, я на нее подписана, которому котенка отдала, рыжего того маленького, и она в сторис, ну, как бы фотографии, видео какие-то выставляет, все с ним хорошо, когда будет распродажа одежды, сумок, скоро, вот сегодня уже даже планирую снять, не поняла про трех бабушек Дэнни, врачу, у нас все на самотек пускают, а потом эти проблемы не разгребешь, ментальное психологическое здоровье просто так, аскорбиновое ведь не вылечишь, а чем дальше тянуть, тем проблема затяжнее, я пока на сегодняшний день не планирую к психологу, но я уже взяла психолога, потому что у меня есть и подруги, которым тоже требуется психолог, и мы вот с подругами ищем хорошего психолога через сарафанное радио, и вот я нашла психолога, где девочка мне посоветовала, она к нему ходит постоянно, к женщине, я ее как бы записала, но пока не планирую идти, потому что я вижу, что мои панические атаки сейчас отдалились, никаких таблеток, ничего я не пила, не успокоительных, ничего, я просто стараюсь контролировать себя, я очень сейчас направлена внутрь себя, что происходит, что я чувствую, как только возникает какая-то суета, или какая-то тревожность, я сразу обращаю на это внимание, сразу стараюсь это как-то по-другому вывернуть, по-другому посмотреть, расслабиться, все бросить, как бы, да, сейчас у меня вообще совершенно какой-то, ну, новый виток жизни, я бы сказала, вот, потому что я реально в каком-то режиме нон-стоп жила все время, и вот бегу, бегу такая, бегу, не оглядываясь куда-то вперед, и живу такое ощущение даже не прошлым, не настоящим, а будущим, вот я живу будущим, вот оно когда будет, вот оно когда это, вот это когда то, и совершенно не замечаю, что меня сейчас окружает, вот сейчас после поездки, да, я, как только забираю Дэнни из садика, я вообще не подхожу к компьютеру, до слез, я не подхожу к компьютеру, не сажусь, и ребенок у меня за все это время ни разу не слышал, за я не мешаю, я больше не хочу говорить ему, за я не мешаю, за я не мешаю, мы с ним сидим на диване, я включаю сериал, он садится рядом, я его кормлю сначала вкусненько, что-нибудь новенькое, пробуем с ним, он садится рядом, включает на телефоне какие-то развивашки, просит меня там ему помочь, я ему помогаю, мы вместе сидим, обнимаемся, и так вот, вот я его забираю, там 6 часов, да, вот так с 6 до 9, 3 часа, мы в обнимочку, мы общаемся, мы взаимодействуем, вообще никакой ругни между нами, никакого недопонимания, вчера мы вообще весь вечер бесились, не буду рассказывать подробности, я вообще косила тут вот, веселились, короче, ну, боролись там, да, и это вообще круто, вот это взаимодействие с ребенком, да, когда вот, вот, вот тело, ты рогаешь, что-то там это, вот какие-то моменты, вот, и мне нравится, я полностью удовлетворена, как наши дни сейчас проходят, утром вот так я встаю, у меня прилив сил, я пью кофе, делаю какие-то дела, очень минимально себе даю задания на день, вот, и причем я понимаю, что сейчас у меня там будет три выходных, вот этот день сегодня, да, я, как бы вот, немножечко распланирую, но очень все спокойно, то есть, как только я почувствую усталость, я ничего больше делать не буду, в общем, вот этим всем я занимаюсь, и я вижу результаты, и пока что они меня удовлетворяют, и я хочу устояться, устаканиться вот во всем этом, чтобы это было не таким, что я такая иду, такая на ощупь, да, и еще не пойму, так не уверена, а я прям хочу, чтобы это было моим таким постоянным, уверенным, ну, жизнью моей, да, вот, вот, все время думаю, да, все время задумываюсь, а как вот, а что, без суеты, короче, сложно объяснить, но я на пути, да, и они также ходят в платный садик, или поменяли на государственный, есть ли разница, где больше нравится, мы давно ходим в государственный садик, новый, вот, где больше нравится, ну, в частном садике, просто людей меньше, у нас было 12 человек в группе, вот, и как-то все на ладони, даже, а, не, пандемии, наверное, еще не было тогда, ну, короче, когда ты следишь по камерам, очень удобно все, да, ну, сейчас садик у нас рядом, и, в принципе, неплохие воспитатели, все так довольно-таки контролируемо, детей, конечно, много, но я смотрю по деньке, все хорошо, все спокойно, особой разницы нет, Селена, у меня несколько вопросов, к примеру, вы встречаетесь с человеком, мужчиной, влюбляетесь в него, он в вас, все идеально, он успешен, обеспечивает вас, но в один момент все меняется, по состоянию здоровья, он больше не может быть таким, как раньше, останетесь ли вы с этим человеком, считаете ли вы себя мудрой, какой вес вы считаете идеальным для себя, ага, куча вопросов, так, какой вес я считаю идеальным для себя, это где-то 50-51 килограмм, считаете ли вы себя мудрой, да, безусловно, не 100% может быть мудрой, но относительно, относительно мудрой я себя считаю, потому что у меня есть очень много инструментов, у меня есть очень много знаний, очень мудрых людей, у меня есть взгляд, очень мудрый сам по себе, и я придерживаюсь, я живу этим взглядом, и, ну, как бы, да, я осознаю, что у меня очень много всего есть в руках и в голове, что касается мужчины, влюбляемся, все хорошо, он обеспечивает, потом все меняется, тем более по состоянию здоровья, ну, конечно, я останусь с этим человеком, а что, я брошу его сразу, для меня это вообще, ну, непонятно, я же с человеком обычно, ну, если вы, конечно, строите с ним отношения только из-за его успешности, из-за денег, то понятно, что как только этого не станет, вы его там бросите, да, но я в первую очередь строю отношения с человеком, вот, и люблю его за определенные качества какие-то, да, и понятно, что все может быть по-разному, дело здесь совершенно не в деньгах, если человек умеет зарабатывать, если у него есть внутренний какой-то, знаете, такой вот добиться и сделать, то из любого состояния он будет выкарабкиваться и что-то стараться делать, и за это только мы ценим и любим человека, да, за его вот этот какой-то внутренний стержень, внутренние амбиции какие-то, и будем помогать ему становиться на ноги, вот, все в жизни временно, но нет, я вообще не из тех людей, которые бы бросила из-за какого-то препятствия небольшого сразу. Селена, расскажи, пожалуйста, как отреагировала Крис на твою беременность, как-то сообщила ей об этом, очень интересно, вы серьезно? То есть тут нет вопроса, беременна ли ты, тут уже сразу как Крис отреагировала. Ну, я говорю, Крис, я беременна, прикинь, и она такая, да ладно, серьезно, поздравляю, интересно было бы еще спросить, знаете, ты узнала, что ты беременна, как-то ты отреагировала на это, да, я сама в шоке была, я не беременна, девочки. Планируешь ли я снять видео на свои самые первые видео, показывая отрывки, рассказывая свое мнение, как уже опытный блогер, ошибки, которые тогда могла допустить, или такое видео уже есть. Есть одно видео, реакция на наше окрашивание с Кристиной, вот посмотрите, реакция, реакция, вот, где-то есть у меня, на главном канале, по-моему. Селена, привет, у меня такой вопрос, мы с парнем уже 2 года, мне 27 лет, ему будет 29, я очень хочу малыша, потому что понимаю, что время идет, и не только поэтому, потому что люблю детей, и выбрала мужчину, от которого хочу малыша, а он говорит, что не совсем еще готов, что, мол, к 30 ближе, но так куда еще ближе, не хочу на него давить, и ждать долго, тоже не хочу, не знаю, что делать в данной ситуации, можешь что-нибудь подсказать, меня зовут Олеся, спасибо, ну, во-первых, рождение малыша, это, конечно же, не одно ваше желание, и все тут, я думаю, что стоит прислушаться к мужчине, к своему, ближе к 30, его годам, да, ему 29, значит, уже где-то через год, тут надо уточнить, к чьим 30 годам, вот, это раз, второй момент, ну, хотелось бы поговорить с человеком, хотелось бы, ну, я имею в виду, хотелось бы услышать, да, человека, там, какие причины, чего ему не хватает, может быть, чего он переживает, боится, может быть, за этот год вы как-то наверстаете какие-то моменты, может, он хочет какую-то подушку безопасности, он же все-таки мужчина, который отвечает за семью, финансово, и это вполне нормально, если мужчина там не готов еще, да, по каким-то причинам, и это надо все дело обсуждать и с пониманием относиться к таким моментам, вот, вам 27, понятно, да, 27 у нас уже, вот это вот бьет гормон иногда, начиная, да, 28, 29, вот, ну, в принципе, время-то еще есть, так сильно не переживайте, потому что, в принципе, 27 уже считается по этим врачебным штукам, да, они, по-моему, уже считают 25 старородящие, вот, я родила в 29 или 30, да, в 30 я родила, вот, и, ну, для меня тоже как раз 30 где-то был такой возраст, ну, вообще нужно, как бы, обоюдно приходить, вот к чему-то, да, с пониманием относиться, поговорить, почему, как, что, вот, а вообще прям, я сейчас, так как практикующий коуч уже, да, уже скоро буду брать людей, со скидочкой, людей буду вести, а я прям вижу, что это такой хороший, может быть, даже и запрос для коуча, именно, можно было бы, тут тоже, да, поразмышлять, подсветить какие-то моменты, интересно очень, всё, неожиданно, я что-то, я отвечаю, отвечаю, мне кажется, ни конца, ни края, тому нет, в общем, всё, я ответила на вопросы, на ваши, надеюсь, моё видео было интересно, что-то осветило, подсветило, а также моя личная жизнь, всё-таки, остаётся немного за кадром, и надеюсь, на ваше понимание, что вы с уважением, отнесётесь к моей личной жизни, вот, что могу говорить, говорю, что не могу и не хочу говорить, не говорю, но то есть свои причины, вот, ну, и надеюсь на ваше спокойствие, спокойное отношение к этому, к чужому личному, к чужой личной жизни, вот, всё, мои хорошие, вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, скоро будет прямой эфир, поболтаем, пообщаемся, вот так, ну, и всем пока-пока, пока!